Привет всем, с вами снова Денис Рем. У нас сегодня Mercedes-Benz G63 AMG и мы подобрали цвет автомобиля под цвет природы. Автомобиль 2020 года выпуска и с пробегом 30 тысяч километров. Встречайте, зеленый гелик. Автомобиль у нас из первых рук и сегодня бы я хотел поговорить именно о заказах новых геликов, потому что новый гелик достать крайне сложно. Все квоты выкуплены и автомобиль, не точная информация, но полгода назад, когда был дефицит на автомобиль, сейчас точно не скажу, то на него была очередь два года. Два года. Мне когда сказал дилер Mercedes-Benz, что два года нужно ждать гелик, я говорю, вы с ума сошли. Как это можно ждать такой автомобиль два года, пока его построят новый? То есть квоты все выкуплены. Вот такие автомобили покупают фирмы, чтобы потом перепродать и, соответственно, на этом нормальная маржа. Отличный бизнес. Так что, если у тебя есть несколько миллионов, покупаешь десять геликов, ставишь себе в гараж, продаешь и нормально зарабатываешь. Данный автомобиль 2020 года, пробег 30 тысяч, я бы сказал, что он был ушный. За два года его, за три года получается уже, его поюзали. У нас поцарапаны все диски, есть мелочные царапины на кузове, есть вмятины на кузове и салон тоже немножко поюзан. То есть ему нужен хороший дитейлинг, и тогда машина будет выглядеть топ. Ну то есть для бушного автомобиля он вполне нормальный, поэтому было принято решение купить данный автомобиль. Четыре литра здесь уже, здесь 63 только название. Ай, горячая, все. Уже на доводчиках все дела. Вон он, четыре литра, Mercedes-Benz. Мартин Йопе строил его. 410 киловатт. Экономичный, можно сказать, автомобиль, потому что он включает цилиндры и едет на меньшем количестве цилиндров. Две турбины. Комфорт, спорт, спорт плюс. Вот, не так больше, наверное. Включаем звук и поехали. Свежим он греет, он срывается с дороги. Ай-яй-яй-яй. Конечно это не спортивный автомобиль, что ты хотела. Гелика. Звук имени, да? Знак стоит 70, защита, как Лерм Шутц, защита звука от звука. И я тут на гелике. Я же езжу 70, я же не больше. Ха-ха-ха-ха. И немцы сейчас будут. Что ты тут шумишь? Ну вообще защита зад звука это когда едут быстро автомобили и шум колес от трассы. Его слышно и это постоянно напрягает, когда эти машины ездят возле дома. А тут еще один такой, как Денис. раздает. У меня, кстати, возле дома тоже трасса рядом и вечером часов в 10 постоянно один едет, слышно. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Или в мотоциклы, когда я тоже слышно хорошо. Не в доме, когда на улице находишься или там, 26 конечно 16 2 и 18 5 последний 341 километр это то что я практически проехал а нифига 341 километров он проехал за 5 часов долго ехать 341 километра за три с половиной часа можно за три даже на восемнадцать с половиной то есть 20 . вы не доположь но если перетапливать я писал что я быстро ехал я там раз топнула 207 один раз то есть чисто так на пустой трассе попробовать как данное отключение цилиндров тоже прикольно я считаю если бы этого не было то расход увеличился нет такого больше дискомфорта когда ты едешь как на прошлых геликах в общем гелик вид имеет и данный гелик если посмотреть на него снизу у него у прошлых версий был мост передний здесь они зато поставили привода и машина стала ехать намного лучше и приятней так что данный с двадцатого года девятнадцатого не пошло по конец девятнадцатого года очень даже неплохо и здесь вот смотри интересную фишечку сделали на поворотниках здесь есть вот такие рифленности и эти рифленности когда ты включаешь поворотник ты видишь салона что у тебя включен поворотник отсюда ты его не видишь а вот вот эти вот те показывают что ты поворачиваешь тоже мелочь но приятно но 4 литра всегда был хороший в 8 это просто пушечка за счет его веса мы сегодня взвесили автомобиль он весит вместе со мной две тонны 660 килограмм все брутально серьезно когда-то подъезжаешь на этом автомобиле вау эффект присутствует но и когда ты едешь на него тоже вау эффект присутствует машина едет конечно это гелик нужно понимать это вот вот его стихия хотя если короче здесь он проедет а где-то чуть посерьезнее надо есть там то здравия ребята снимали на ютюбе и ну такое лучше праду конечно или грязевую резину в общем брутальный мощный автомобиль стоящих невероятных денег в общем такие машины начинаются от 130 опять же с каким пробегом смотря и выше и до 200 230 280 так то есть торгуется там маржа просто от чуть-чуть нет а чуть-чуть много да пипец как дорогие кстати это даже вот последний гельник даже очень даже неплохо по рулежке предыдущий сколько его пригнал 200 километров я не устал как справа в прошлом в прошлой версии конечно поярче будет ну и вся красота гелика в его лобовом стекле жесть вообще просто и едет он пусть он прям мощный чувствуется 207 километров в час видел его на атаку но становится страшно за то что он прыгает такой копается со стороны в сторону но вид имеет однозначно еще мне нравится здесь сочетание цвета он сам зеленый но это такое опять же дело вкуса кому-то скажет зеленым нужен но он зеленый снаружи и у нас зеленая строчка по салону черный салон зеленая строчка то есть вроде классика но нет у дилера стоял точно такой же гелик и он был черный но с зеленым оттенком черный прям зеленый такой и солнце когда заходит и смотришь на автомобиль он черный солнце вышло он такой зеленый темно-зеленая тена можно сказать это камуфляжный цвета в лес заехала тебя не видно и зеленый цвет по моему мнению турецкий цвет очень любят люди турецкой национальности цвет зеленый часто покупаете по крайней мере видел турану все это было очень часто на зеленых цветах есть может это просто мою какую-то мировоззрение когда я видел часто людей и дилеры мне говорили мне прикольно строчка на зеленый тут зеленый все прошито наклеечку сделали гэма на фрукту кривовато конечно вот ну и на полная комплектация у нас автомобиль есть бурмейстер двигаться алькантара сверху все по канонам у нас даже ручки кожи но для 30 тысяч пробега автомобиль такой немножко не ухоженный что могло бы быть и лучше и карбоновый руль мне бы все нравится больше и больше и за рулем тоже не сидим только рада вот если за алькантара не следить нам затирается если ты руки кремом мажешь постоянно и за руль и все засаливается очень быстро так что за алькантара стоит следить ну и со автомобиля на соответственно не убраны не чищены покупали у свободного дилера не официально от редбула скорее всего кружечки то есть машине нужно убирать есть по автомобилю диски поцарапаны но это покажу снаружи по технике едет все отлично едет работает тянет прет просто табана его прокатил кайфа ну подожди училась есть нет есть же ассистенту цели по крайней мере он не вибрирует он тормозит мертвые зоны есть ассистент полос есть сейчас играемся с ассистентами полос которые работают меня такое ощущение что не очень наезжаем на полосу а вот сейчас было так один раз сработал второй раз второй раз уже все лимит исчерпан а с другой стороны тоже лимит исчерпан то есть у вас есть одна возможность держания с полосы что такое почему ты так работаешь мне это не нравится или может я его как-то не активировал ну-ка ассистенты ну работает и сейчас вибрирует руль на обратно не возвращает короче ассистент удержания полос здесь такой хотелось бы получше за тачку больше 200000 зачем тебе ассистент полос скажут зрители в лесу то есть вроде как бы и гелик но максималках опять же зеленый цвет очень даже неплохо не так грязь и видно особенно зеленой потраве когда ездишь если у тебя дача дачник такой поставить мешок картошки покупаешь машину за 180 солей мешок картошки на карбоновом руле можно перчатки не снимать карбон же не марается протер и поехал дальше алькантару грамм трогать но хозяин автомобиля по ходу пренебрегал этим правилам картошку грузил труба алькантару что вы засалено делать нет приятно конечно по карбону здесь вот цветами нравится черный зеленый и карбон и карбона много не бывает что я начинаю не бывает карбон отличный холодильник место для собаки имеется кстати тут он еще в пленке остался я бы сказал так он из по шкале от одного до десяти он на девяточку по технической части вопросов нет нам сейчас нужно сделать сервис техосмотр и по сути все тут перекрасить диски пару вмятин на машине убрать полировать делать салон детейлин хороший и принципе все собак машине не было что круто в машине не курили но соответственно все эти какие-то мелочи было принято решение взять эту машину все передние тормоза надо сделать они тоже уже там подходят со следующей замены когда загорится чек что меня тормоза сразу подкинуть диски вот он держится даже на таких широкие но даже на такой широкой резине держится на дороге отлично за то что у нее нет переднего моста это конечно хорошо не сделал и шумные он это жесть это конечно но вот на нем и на трассе не поедешь и в лес не поедешь жалко его вот кого из гелик пользуйтесь блокировкой при блокировке может быть используют а вот это в деревне по назначению почему бы и нет я из гелик буду ездить где хочу война и стекли причем даже двойное стекли не спасает от шума просто разгоняешься 130 так шумно становится ты прям слышишь как он весь ветер стопорить выставил я еду сопротивление да и сейчас проехал прицеп мне сегодня пришло предложение скорее всего возьмем себе в лизинг прицеп крытый у нас випи доставка типа скрытым прицепом веса в 830 килограмм три с половиной тонны он и он семь с половиной градусов у него погрузка то есть он может любые машины там погрузить это это хорошо потому что мой вот этот который на дрифте же у меня он 9 градусов и для nissana приходится подкладывать даже для бмв иногда приходится подкладывать постоянно ездить с этими досками но сейчас взял алюминиевые рампы для того чтобы можно было их просто с собой возить и с досками с этими не бегать а то как плотник что посмотрим придет предложение посмотрим там 303 евро по моему в месяц левая сторона у него будет планы он будет полностью открываться с правой стороны дверь то есть перед грузишь ну и лебедка обязательно лебедка и запасное колесо тоже нужно без запасного колеса прицепный мой прицеп который у меня сейчас он уже ему по моему три или четыре года поэтому он практически полностью списан и можно его продать продать себе же я берегу вода если это чисто бухгалтерская деятельность на фирму списываешь переписываешь написано потому что налоги и это жесть это просто качмар около 50 продать не больше там если посчитать совместить германия конечно берет денег нормально так что нужно пользоваться всеми возможными легальными способами как говорится до гелика нужно дорасти скорее всего до него дорос но вся прелесть гелика это ведро воды шампуня и мочалка один день езды вот такая вот ерунда мне на виану такого нет на панамере у меня тоже такого нет здесь прям ты прям едешь и слышишь как они бишь включаться тебе в окно это был зеленый гелендевагн 63 у нас на канале до новых встреч с вами был дэнис рим компания достакар автомобиль из германии пока пока хочешь такой же автомобиль пиши в телеграмм собака дэнис рим до новых встреч пока пока спасибо за просмотр!